Добрый день и добро пожаловать в электронную библиотеку уроков по физике. Меня зовут Пономаренко Ирина Николаевна. Я преподаватель теоретического лицея имени академика Натальи Георгиеву города Кишинева. Мы продолжаем с вами изучать модуль механические колебания. Сегодня у нас с вами четвертый урок и тема сегодняшнего урока пружинный маятник модель гармонического осциллятора. На сегодняшнем уроке мы рассмотрим еще один вид осциллятора пружинный маятник, выведем формулу периода колебаний пружинного маятника, узнаем какие колебания являются гармоническими, разберем основное уравнение гармонических колебаний и познакомимся с графиком гармонических колебаний. Пружинный маятник это система, состоящая из материальной точки массы М и пружины. В простейшей модели пренебрегают сопротивлением среды, размерами тела и массой пружины. Различают два вида пружинных маятников горизонтальный и вертикальный. В начале тело находится в положении равновесия. Для горизонтального маятника силы отсутствуют, для вертикального сила тяжести уравновешивается силой упругости. Если растянуть или сжать пружину, то есть вывести тело из положения равновесия, то со стороны деформированной пружины на тело будет действовать сила упругости. Эта сила всегда направлена к положению равновесия. Пусть, например, мы сжали пружину и отпустили ее. Под действием силы упругости тело станет двигаться ускоренно. При этом в крайних положениях на тело действует максимальная сила упругости, так как здесь абсолютное удлинение максимально. Следовательно, в этом положении ускорение тоже будет максимально. При движении тела к положению равновесия абсолютное удлинение пружины уменьшается, а следовательно уменьшается ускорение, сообщаемое силой упругости. Но так как ускорение при данном движении сонаправлено со скоростью, то скорость маятника увеличивается, и в положении равновесия скорость будет максимальна. Достигнув положения равновесия, тело не остановится, хотя в этот момент положение пружины не деформировано, и, следовательно, сила упругости равна нулю. А так как тело обладает максимальной скоростью и обладает некоторой массой, то по инерции оно продолжает двигаться дальше, растягивая пружину. Возникающая при этом сила упругости направлена теперь против движения тела и тормозит его. В крайней точке скорость тела будет равна нулю, а ускорение будет максимально. Тело на мгновение остановится, после чего под действием силы упругости начнет двигаться в обратную сторону, к положению равновесия. Вновь пройдя его по инерции, тело будет сжимать пружину, опять замедляя свое движение, дойдет до первоначальной точки, так как трения отсутствует, и после этого движение будет повторяться в описанной последовательности. При колебаниях сила упругости изменяется периодически, как по величине, так и по направлению. Значит, силой вызывающей колебания в пружинном маятнике является сила упругости. Мы уже знаем, что при малых колебаниях сила упругости при малых деформациях выполняется закон Гука. Так как сила упругости является равнодействующей или возвращающей силой, то здесь будет работать второй закон Ньютона. И согласно второму закону Ньютона равнодействующая сила равна произведению массы тела на его ускорение. Проделав небольшие математические преобразования, мы получим, что ускорение тела пропорционально смещению со знаком минус. Мы получили уравнение колебаний пружинного маятника. Если мы сравним его с уравнением гармонических колебаний, то мы можем вывести отсюда формулу циклической частоты для пружинного маятника. Циклическая частота будет равна квадратному корню из отношения жесткости пружины к массе тела. Вспомним циклическую частоту по определению. Это количество колебаний, совершенных за 2π секунд. Отсюда можно получить формулу для периода колебаний. Период колебаний равен 2π корень из отношения массы тела к жесткости пружины. Проанализировав эту формулу, можно сделать вывод, что период колебаний пружинного маятника прямо пропорционален квадратному корню из массы груза и обратно пропорционален квадратному корню из жесткости пружины. И математические, и пружинные маятники совершают колебания, которые происходят под действием силы пропорциональной смещению и направленной колебаний, противоположной этому смещению. Такие колебания являются гармоническими. То есть гармоническими являются колебания, происходящие под действием силы, пропорциональной смещению колеблющейся точки и направленной противоположно этому смещению. При гармонических колебаниях смещение колеблющейся точки движется определенным образом. Вот если мы воспользуемся маятниками, пишущими и математическим, и пружинным, то мы увидим, что вот эта кривая, которая вырисовывается, она называется осциллограмма, она напоминает нам синусоиду или косинусоиду. Так вот, при гармонических колебаниях смещение колеблющейся точки от положения равновесия изменяется с течением времени по закону синуса или косинуса. Убедиться мы в этом можем с помощью следующей модели. Математический маятник в условиях земли будет совершать колебания. Все параметры маятника остаются постоянными. Меняться будет только его амплитуда. Посмотрим, как будет меняться синусоида. Увеличим амплитуду маятника и посмотрим, как изменится косинусоида. Обратите внимание, вот по оси Y у нас происходит изменение смещения. Амплитуда увеличилась. Теперь увеличим амплитуду еще больше. Практически до максимума. Итак, уравнение колебаний, гармонических колебаний, будет выражаться либо через синус, либо через косинус. И вот эти уравнения называются кинематическим законом гармонических колебаний. Давайте более внимательно разберем уравнение гармонических колебаний. Итак, х – это смещение материальной точки. А – это амплитуда колебаний. Омега – это циклическая частота. Т – это время, в течение которого совершались колебания. Ну и аргумент синуса или то, что написано в скобках, называется фаза колебаний. Фаза колебаний показывает, какая часть периода прошла с момента начала наблюдений колебаний. Для каждой колебательной системы существует собственный эталон времени, равный периоду колебаний. Каждому промежутке времени, выраженному в долях периода, соответствует свое значение фазы, выраженное в радианах. То есть можно сказать, что фаза является угловым эквивалентом времени. В скобках у нас есть еще одна величина – фи нулевое. Эта величина называется начальная фаза колебаний. Это параметр, который совместно с амплитудой определяет начальное состояние колебательной системы. Начальная фаза определяется в начальный момент времени, то есть когда t равно нулю. Между колебательными движениями и движением по окружности есть некая связь. Допустим, что материальная точка m движется по окружности радиусом а и совершает один полный оборот за время, равное периоду колебаний математического маятника, амплитуда которого тоже а. Движение точки по окружности характеризуется скоростью и ускорением. Скорость направлена по касательной, ускорение направлено к центру окружности. Мгновенное состояние осциллятора тоже характеризуется скоростью и ускорением. Представим себе, что наша точка в начальный момент находилась в точке m нулевое. Затем она начинает свое движение по окружности, а проекция этой точки будет двигаться по оси y. И точка m будет представлять собой как бы точку маятника. Она является проекцией точки m на ось y. Давайте получим зависимость скорости и ускорения от времени. Для этого определим проекцию вектора скорости на ось y, то есть вот эту величину, и проекцию ускорения на ось y. Из выделенных треугольников на рисунке мы видим, что проекция скорости будет равна скорость умножить на косинус угла фи. Ускорение будет равно минус а умножить на синус фи. Соберем все наши формулы и получим выражение для скорости и ускорения колебательного процесса. Но эти выражения получены для частного случая, когда начальная фаза была равна нулю, то есть наша точка начинала двигаться отсюда. В общем случае уравнение зависимости скорости от времени будет выглядеть вот таким вот образом. И зависимость ускорения от времени будет выглядеть вот таким образом. эти выражения представляют собой гармонические законы, по которым изменяется скорость и ускорение тела. Как и смещение, эти величины характеризуются максимальными или амплитудными значениями. Амплитудой мы будем считать то, что находится до косинуса или до синуса. Таким образом, амплитуда скорости будет равна омега умножить на а. Амплитуда ускорения будет равна омега квадрат а. Подведем итоги. Мы рассмотрели сегодня пружинный маятник и основные параметры, которые характеризуют данное движение или описывают колебательное движение пружинного маятника. Определили, какие колебания называются гармоническими или являются гармоническими. Познакомились с уравнением гармонических колебаний. Вывели формулу зависимости скорости и ускорения от времени. На этом наш урок закончен. Желаю вам успехов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok